Привет! Фантазия дизайнеров — это, конечно, хорошо, но когда тебе дарят какашку в красивой коробочке, это всё-таки ненормально! Какой милый детский стульчик, правда? Не уверен, что дети будут в восторге, когда им предложат на нём посидеть, потому что, судя по улыбочке, этот стульчик готов сожрать любого, кто к нему приблизится. И кто придумал, что дерево с лицом — это должно быть мило? Нормальных людей такая встреча пугает, особенно если это лицо такое странное. Хорошо, что хоть выпуски «Фактории» никого не пугают. Видимо, это реклама картофеля фри, хотя уверенным быть нельзя. Такое ощущение, что это картошка прямиком из алкогольного отдела. Новые вкусы любимых газировок — это всегда круто, но попробовать что-то после встречи с таким зубастым арбузом вообще начисто перехотелось. Ой, вы только посмотрите, какая прелесть! Это же мозги, которые плавают в хрустальном шаре, и их сверху посыпают пеплом. Ну, просто идеальное украшение для комнаты. Кстати, ссылки в описании по-прежнему ждут твоих интересных фотографий. Вы что, серьёзно? Другой формы для скамейки вы придумать не могли, да? Только в форме гроба не добавляет оптимизма, если честно. Пикачу давно всех покорил своим милым и забавным внешним видом. Интересно, получил бы он такую популярность, если бы смотрел на всех маленькими злобными красными глазками? А вот это мне нравится. Нет, мрачновато, конечно, но всё-таки стильно. Гораздо интереснее точить карандаши, представляя, что ты втыкаешь осиновый кол в сердце вампира. Кто-нибудь знает, в каком бреду родился этот шедевр? И как он вообще называется? Банана-утка? Утканан? У дизайнеров там всё нормально вообще. Раньше разбитую тарелку спокойно выкидывали, а теперь додумались на ней обед подавать в ресторане, а потом ещё в счёт разбитую посуду включат. Что может быть проще, чем сахарная вата? Но вам когда-нибудь приносили эту самую вату в виде парика на статуе? Невольно начинаешь воспринимать её как блюдо высокой кухни. А это не просто рука, это свеча. Видимо, кто-то мечтал поджигать пальцы. Больше я не знаю, зачем это нужно делать. Теоретически идея, конечно, забавная. А возможно, даже какие-то детишки будут в восторге. Пока не начинаешь задумываться, что спать придётся на пузе у гигантского спайдермена. Лично мне не по себе, когда на меня так пристально смотрит стул. Причём кошачьими глазами. Автоматически хочется его покормить, ну или почесать за ушком. Так, ладно, объёмный портрет это ещё куда не шло. Но, простите, под портретом торчат две руки. И вот это точно уже как-то ненормально. Какая очаровательная игрушка-сороконожка. Если подарить такую маленькой девочке, можно долго слушать её испуганные крики. Фирма Лего вызывает уважение разнообразием своих наборов. Но кладбище? Вы серьёзно? Это кому можно подарить такой набор? А что странного может быть в стуле? Только если он не жидкий, конечно. Ну, например, то, что у него внутри есть скелет. И лучше не задумываться, кому этот скелет принадлежал раньше. Вот так снимаешь кепку с любимого персонажа, и выясняется, что он на самом деле лысый. Да-да, вот так детская психика и получает непоправимые травмы. К слову, о непоправимых травмах. Если родители хотят, чтобы детишки больше никогда не просили всякую всячину у Деда Мороза, нужно просто показать им вот этот экземпляр. От такого чудовища точно никаких подарков не надо, лишь бы не приходил. Вот так обычная встреча с манекеном может подарить вам месяцы кошмарных снов. А ведь он всего лишь улыбается. Наверное. Но на всякий случай подходить к нему не стоит. А вы себе представляете человека, который захочет купить себе такой рюкзак? Нет, я не исключаю, что такие люди есть, но это должно быть очень необычные личности. Это абсолютно реальный знак. На экскурсиях люди постоянно пытались потрогать все, что плохо лежит. И пришлось повесить предупреждение, что гладить череп нельзя. Вот прям без запрета точно бы не удержался. Так хотелось почесать черепушку, ага. Как бы выглядел Капитан Америка, если бы его придумали в Китае? Ну, нужно признать, что он бы стал гораздо более няшным. Серьезно, товарищи дизайнеры и прочие причастные, не надо делать еде глаза. Людям становится не по себе, когда на них из коробки выглядывают пончики. Непонятно, кто тут кого собирается есть. Извините, а на что эта туалетная бумага намекает? Что после того, как ей воспользуешься, резко похудеешь? Да, все-таки когда используют выражение ноги от ушей, имеют в виду что-то другое. Потому что в реальности это выглядит как-то не очень. Это вот вообще, как понимать, клубничная летучая мышь. Это максимально странно. Наверное, такая должна лежать под подушкой у Бэтмена. Да, тут вообще все в порядке. Ну подумаешь, сумка соленый огурец. И не надо делать вид, что вы себе такую не хотите. Дизайнеры уверены, что это мечта каждого здорового человека. И вообще, это выглядит как ночной кошмар. Хеллоу Китти, у которой вместо рук и ног розетки. Главное детям не показывать этого монстра. Спанч Боб и Патрик, похоже, сменили свой веселый характер. И теперь будут сниматься не в детских мультиках, а в фильмах ужасов. А все благодаря удачно подобранной картинке на машине. С одной стороны, это странно. Но с другой, это ведь логично. На резиновых сапогах нарисовать мордочки лягушек. В конце концов, они ведь улыбаются, поэтому должно быть не так страшно. Вы когда-нибудь пугались елке? Вряд ли. Но это только потому, что вам не попадалась елка с лицом. Да еще таким, словно его пчелы покусали. Да, ну что, кто хочет попробовать на вкус голову Маши? Ну, тут из нее леденец сделали. Так что, видимо, нашлись желающие. Многие люди считают, что осьминоги страшные. Не знаю, мне кажется, что они неправы. Пока не встретишь вот такого осьминога. Бояться их не надо. Я, конечно, понимаю, что это должно быть веселое представление для детей. Но нужно обладать очень крепкими нервами, чтобы потом эти рыбки не приходили к тебе в кошмарах. Пожалуйста, если у кого-то есть хоть одна идея, что это такое и зачем оно нужно, напишите в комментариях. Потому что я теряюсь в догадках, что это за стручок гороха с детскими лицами. А что такого? Жираф летит верхом на акуле. Да, именно летит, а не плывет. Просто у какого-то дизайнера была, ну, очень богатая фантазия. Я бы даже сказал, чрезмерно богатая. Я прямо так и вижу, как рождалась эта идея. Кто-то сказал, а давайте сделаем бассейн из красной плитки, чтобы был не как у всех. В итоге этот бассейн выглядит, как мечта вампира. Но зато в оригинальности действительно не откажешь. Нет, друзья мои, это не выглядит, как веселый детский аттракцион. Это выглядит, как начало добротного фильма ужасов, после которого будет страшно спать с выключенным светом. Не, вам не показалось. Это кухонный пистолет для горчицы. Специально для людей, которые даже на собственной кухне хотят ощущать себя, как на Диком Западе. Надувной Иисус воздушный шарик? Это странно. Это очень, очень странно. Ну, просто отлично. Надувной храм. Видимо, они идут в комплекте с Иисусом воздушным шариком. А как насчет рыбы-клубники? Ну, а что такого? Видимо, дизайнер где-то такую видел. Ну, или у него очень богатая фантазия. А если вы тоже видели что-то необычное, то почему вы до сих пор не поделились своими фотографиями по ссылке в описании? Хватит стесняться, присылайте свои фото. Ну да, обычное перышко на ножках. С грустными голубыми глазками. Если уж дизайнер делает странные вещи, то почему бы не сделать радостное перышко? А то этот шедевр сразу хочется утешить. Вот это да! Хотите себе диван, корову? Ну, в смысле, они взяли целую корову и сделали из нее диван. Я не знаю, как это комментировать. Ну, честное слово, неужели кто-то покупает себе такую маску? Сразу видно, что человек просто обожает свою капусту. Обожает настолько, что готов сам маскироваться под капусту. Видимо, чтобы овощи на огороде принимали за своего. Вот смотришь на человека, у которого штаны на шее болтаются, и не можешь понять, это у него с головой проблемы? Или какой-то дизайнер перестарался, создавая куртку? Имбирь-каннибал. Ну да, такое вот чудо дизайнерской мысли. Имбирь лежит и поедает сам себя. Режиссерам фильмов не нужно тратить много времени на создание новых монстров. Достаточно прогуляться по любому торговому центру и посмотреть на манекены. Это уже готовые персонажи фильмов ужасов. Если после этой вкусняшки у собаки появятся человеческие зубы, то я бы не рискнул ее угощать. Возможно, конечно, дизайнер имел в виду что-то другое, но что именно, не ясно. Есть вещи, которые нужно просто запретить. Одна из таких вещей – вот этот купальник. Кому вообще пришло в голову рисовать на нем рожицу? Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!